Здравствуйте, я Александр Герасименко. Сегодня пятница, и я отвечаю на ваши вопросы. Пишет мне Сергей. Александр, у нас на работе очень трудный коллектив. Есть выраженные лидеры, и я в них не вхожу. Я себя чувствую слабым. Однажды в шутку они насыпали мне соль вместо сахара, и я не знал, что делать. От страха показаться капризным и мнительным я смеялся над собой вместе с ними. Как мне дать им отпор? Или мне уволиться? Или можно научиться, как стать лидером? Сергей, я понимаю, что многие вопросы, которые мне люди задают, задаются их болью. Но за состраданием не сюда. Сюда за результатами. Поэтому некоторые вещи, которые вы сейчас узнаете, вам будет неприятно выполнять. Вы будете думать, как же я такое сделаю. Это работает гарантированно. Все остальные вещи не работают. Здесь не за состраданием. Начали. Первый вопрос. Как мне дать им отпор? Вы можете давать отпор кому угодно. Можете сфокусироваться на ненависти и сделать всю вашу жизнь ненавистной. Это не та жизнь, которую вы хотите прожить. Второй вариант. Или мне уволиться? Можете уволиться с этой работы, уволиться с будущей работы. Вы можете увольняться постоянно, но от себя вы никогда не убежите. Вам нужно научиться, как быть лидером. Ответ на вопрос, можно ли научиться, как стать лидером, заключается в вас. Если вы верите, что можно, вы им станете. И сегодня я расскажу вам три главные качества лидера и как их себе выработать. Если вы думаете, что лидером быть нельзя, то нельзя. Ответ на ваш вопрос. Давайте перейдем к тому, что я знаю. Стать лидером можно. Итак, как стать обычному человеку лидером? Главный принцип, главное представление. За кем идут последователи? За лидером. За человеком. За кем идет лидер? За идеей. Поэтому движение последователей горизонтальное. Движение лидера вертикальное. Движение последователей определяется высотой их лидера. Высота лидера определяется высотой лидера. Высота лидера определяется высотой его идей. Люди нам будут очень нужны. К ним нужно прислушиваться. Люди – это источник информации. Но двигаться нужно к идее, а не к человеку. Далее идем. Как же стать лидером? Это видео для меня очень трудное. Я поясню, почему. На моем тренинге «Взлетная полоса» я уделяю целый день вопросу, как стать лидером. То есть в 8 часов в моей обычной лаконичной манере я поступаю. Сегодня я должен сделать то же самое за 8, 9, 10 минут. Я, так сказать, прохожу сегодня своеобразный лифтовый тест. Что такое лифтовый тест? Представьте, я сажусь в лифт. Садится молодой человек рядом со мной, меня узнают. В Александр Герасименко? Я говорю, да. В Эксперт по лидерству? Я говорю, да. Как мне стать лидером? Он мне спрашивает на втором этаже, а на третьем мне выходить. Есть ответ. Чтобы стать лидером, принимайте трудные решения. Точка. Струсить и убежать. Трудное решение? Нет. Это не лидер. Делать не как ты хочешь, а научиться делать по-новому. Терпеть риск провала, риск порицания. Трудное решение? Трудное решение. Выход с комфортной зоны? Трудное решение? Трудное решение. Чтобы стать лидером, принимайте трудные решения. А теперь обещаны три качества лидера, которые каждый лидер обладает. И если вы себе их разобьете, я расскажу вам сейчас как, то вы станете лидером. Поехали. Лидерство – это феномен, изучению которого я посвятил последнюю половину моей жизни. Я прочитал более 300 книг о лидерстве и лично был знаком с лидером мирового масштаба. Все эти знания суммировал в одну простую аббревиатуру. Аббревиатура ВЕС, где каждая буква представляет собой определенное качество лидера. Давайте их разберем. Буква В означает «видение». Лидер обязан обладать определенной видимой ситуацией, чтобы за ним шли последователи. Задумайтесь. Рождается человек. Какой в нем самый главный инстинкт от рождения? Инстинкт самосохранения. Кто его удовлетворяет? Мама и папа. Поэтому лидеры у человека до 14 лет – это мама и папа. Он не может без них жить. Он боится идти по этому минному полю жизни, где все неизведано, где опасно, и где он не знает, как ему пройти. Поэтому он нуждается в следах другого человека, чтобы под ним протопать. Мама и папа ему эти следы показывают. Затем он вырастает. Ему уже 14-15 лет. Мама и папа уже больше не авторитеты. Он вырос над ними. Он ищет других лидеров. Феномен лидерства никогда не пройдет, потому что он основан на инстинкте самосохранения, инстинкте, заложенном во все живые существа на Земле. Чтобы стать лидером, нужно обладать видением. Потому что, чтобы я за кем-то пошел, чтобы за мной пошли другие люди, они должны быть уверены, что я не приведу их на мину, на минном поле. Видение человека должно быть правильным. Самый сильный лидер современности – Стив Джобс. Почему? До сих пор, даже после смерти Стива, его считают лидером. Потому что он видел ситуацию, как ее не видел никто другой. Воррен Баффет, выдающийся американский миллиардер-инвестор. До сих пор Воррен Баффет, ему уже, пожалуй, за 80 лет, он считается гуру консалтинга в финансах и на бирже. Почему? Потому что Воррен Баффет видит ситуацию, как ее не видит никто другой. Чтобы стать лидером, необходимо выработать видение, как это сделать. Со школы у нас учили воспринимать информацию. Выучите и расскажите. Лидер, он получает информацию извне и укомплектовывает его своими наблюдениями. Чтобы стать лидером, не воспринимайте ничего за чистую монету. Берете информацию извне и укомплектовываете второй половиной. Это вашим наблюдением. Так формируется лидерство. Дальше идем. Аббриктура ВЕС. Вторая буква – это Е. Е означает естественность. Хотя бы раз вы слышали фразу «лживый, притворный, фальшивый лидер». Этого просто быть не может. Лидер должен быть настоящим. Чтобы я пошел за кем-то по минному полю. Чтобы за мной пошли люди по минному полю. Я должен быть не просто человеком, не просто им должен доверять, а я должен обладать мегадоверием. Как выработать это мегадоверие? Очень просто. Не вредите себе, не вредите окружающим. Люди сегодня похожи на бутылки с пробкой. Они полностью закупорены. Они ничего не рассказывают. И они ничего не потребляют. Нужно эту пробку научиться раскрывать. Нужно научиться раскрываться перед людьми. Сделать себя даже уязвимым. Только так мы можем стать естественным. Скрывая в себе некоторые факты о себе, скрывая себя от людей, прячась себя от себя самого и не желая думать о чем-то, о каких-то своих мыслях, мы затыкаем одну пробку за другой в это горлышко бутылки. Нужно учиться раскрываться. Чтобы стать естественным, нужно больше и больше раскрываться, пока вы в итоге окончательно себя не признаете. Далее аббревиатура ВЕС. Первая это В, это видение. Вторая Е, это естественность. Третья С, это смелость, конечно же. Не может быть трусливого лидера. Лидер обязан быть смелым. Два человека. Один гид, другой лидер. Что делает гид? Посмотрите на здание слева. Посмотрите на здание справа. Он там был тысячу раз. Как только хлопнуло, взорвалось колесо. Лидер, гид вздрогнул. Почему? Потому что он не лидер. Люди наблюдают нас в наших рефлексах. Смелость проявляется в наших рефлексах. Как же ее выработать? Вопреки всем утверждениям, смелость определяется математическим способом. Смелость – это временной отрезок между решением и его исполнением. Чем он меньше, тем смелее человек. Существует такой метод, работающий над собой, называется аффирмация. То есть люди говорят себе, я уверен в себе, я смелый. И со временем многократно повторяют ту же самую фразу. Подсознание сдается, признает факт. Хорошо, ладно, ты уже смелый. И будь ты уже смелым. Кто был на моих тренингах, знает, что я небольшой поклонник аффирмации. Но у меня есть одна аффирмация, которую я просто обожаю. Она такая сильная, и она, самое главное, работает. Эта аффирмация по-английски звучит «do it now». Делай это сейчас. Делай это сейчас. Это аффирмация, которая сужает временной отрезок между решением и его исполнением. Она делает вас смелым, третьим качеством лидера. Я повторю. Вы можете очень долго бегать от вашего окружения, но это лишь вырастет вас, сделает вас трусом. Вы станете трусом со стажем, то, что я называю. Не самый лучший исход жизни. Вы можете дать им отпор. Это налит вас ненавистью. И ненависть будет ваше превалирующее чувство. Жизнь, любая жизнь, не стоит того, чтобы прожить ее в ненависти. Или вы можете решить стать лидером. Это можно сделать. Чтобы стать лидером, принимайте трудные решения. Следуйте не за людьми, а за идеей. У людей учитесь. Компонуйте знания, что вы от них получаете, с вашим собственным наблюдением. Формируйте ваше видение. Учитесь людей. Следуйте больше за идеей. Для того, чтобы стать лидером, выработайте в себе три самые главные качества лидера. Аббревиатура ВЕС. Первая – это буква В. Видение. Вторая – это Е. Естественность. Открывайтесь. Это так трудно. Это так просто. Как научиться это делать? И последняя – это С. Смелость. Сокращайте расстояние между решением и его исполнением. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.